Девушки отдыхают Если да, то вы должны быть догадывательны, что сейчас последует предупреждение Это видео мне рекомендуется к просмотру глубоко верующим, тем кто боится мистики и детям Но всем конечно пофиг Тогда желаю всем приятного просмотра Всем здорова, Алекс на связи Привет, меня зовут Андрей Мне кажется, многим уже понадоели простые проверки на прочность Но я имею ввиду обычные экскурсии по заброшкам, простые ночевки и так далее Но сегодня у нас не совсем обычный выпуск Мы подготовили то, что возможно вас удивит А скорее всего даже напугает В этом выпуске мы отправимся в заброшенный городок Адуляр Город-призр, как вообще можно назвать Именно здесь пару лет назад произошло жестокое убийство Но убийство ли? А вот почему мы сомневаемся и что мы будем делать на этом загадочном объекте Вам расскажет наша небольшая презентация Это проверка на прочность Выпуск номер 9 И мы начинаем В Подмосковье пропадают люди И следователи непознанного уверены В мертвом поселке хозяйничает нечистая сила Которая и губит случайных путников Город-призрак Адуляр Место загадочное и страшное Здесь каждый месяц пропадают люди А если их и находят, зачастую уже мертвых Кто-то завершает здесь самоубийство А кого-то убивает Но в народе за этим местом закрепилась именно мистическая слава В 80-е годы здесь располагалась военная часть ракетчиков Защищавших небо столицы Но в начале 90-х Когда на вооружение поступили более современные системы ПВО Офицеры с семьями покинули эти дома И в опустевшем городке стали происходить необъяснимые явления Буквально за полгода городок опустел Кто-то говорит, что народ просто расселили А кто-то, что люди уходили сами По весьма непонятным причинам По-настоящему большую известность имеет это место у различных сект Нередко здесь можно сверечь следы жертвоприношения Различные знаки и граффити на эту тему Было и несколько громких историй Но одна история нас несколько зацепила Произошла она буквально год назад Несколько ребят отправили вызывать демона И погибли Следователи не исключают возможности группового самоубийства Что это? Стечение обстоятельств? Групповое помешательство? Что-то не верю в версию событий, которые предлагают в полиции А что, если это убийство? А убийца все еще ходит на свободе Но мы же знаем, как лень иногда бывает работать нашим стражам правопорядка Чем темнее, тем больше темных духов И они негативно воздействуют на здоровье человека Предупреждают исследователи Внезапно начинает болеть голова Возникают галлюцинации И поэтому сегодня Мы пройдем путь этих ребят Вызовем того же демона, что и они И проверим Произойдет ли хоть что-нибудь время проведения обряда Итак, наша история Начинается Ну что, сейчас 8 утра Мы как придурки приехали в саму рай Немного спать хочется Пока что у нас обзорная экскурсия по городу Все покажем, посмотрим Да, Андрей? Да Ну все Нам идти еще около 2 километров Идем, идем Выходим мы Двум пятиэтажкам Одна здесь Другая Вот Все заброшены Нигде окон не осталось Зато балкончики зеленые Удивительно, правда? Идем сейчас дальше Можно забраться в них Или потом как-нибудь Посмотрим Можно будет помародерствовать, конечно Но Мне кажется, уже ничего не осталось Всего же украдено до нас Да? Идем в падик? Да, пойдем лучше зайдем Да, пойдем в падик Мне кажется, я говорю, что мы с на ночь останемся Да, хорошо Так, давай, иди пока Загажено все, конечно Ну, посмотрите, какое безобразие Видно, что на леске разгорело Угу На стенах есть пометки Просто все, стены раскореначены Вопрос, зачем вот так вот ломать Тут тоже Балкончик можно выйти Все, что можно было вынести Отсюда вынесли Да, я написал справа Да? Ну, я бы поеду и не стал Ну да, я бы тоже не стал А так прикольно вообще было бы Ну, поснимать сверху Да Можно бы поточать в другом подъезде Или не стоит Что у нас здесь Ну да, все-таки обычно Хрущевочка Потолки 2 метра Ну, реально, очень низкие потолки Прямо что-то непривычно Можно подпрыгать и рукой достать Слышен голос магма Спорт нет фаза Что это за газеты, интересно? Правда, новости Ну, начало такая интересная особенность Что перед заклейкой обоев Их заклеивали сперва газетами Стены А потом клеили обои уже Ну, считал, что так будет лучше держаться По-моему, это миф очередной Так Там есть какой-либо домик у нас Пятый этаж Действительная природа И там еще куча домиков Вот они Все разрушены Полное запустение Пойдем прогуляемся, что ли Смотри Кто-то стрелял по этому зданию Да И не раз Выщерблено от пуль Может быть Спецназ тренировался Да, говорят, сейчас это проходит учение Да, часть же рядом Слушай, пошли в ту сторону Пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Там, судя по карте, есть Интересное место Сбоку снова дома Двухэтажные, древние Годы от 50-х, наверное Если не 40-х Вон тут, наверное, 40-х годов Да, домик? Но он полностью развалился Ну да, крыша нифига Эти более-менее целые Может быть, сходим Все такое унылое Загадочное Каждое здание, кажется, по несколько раз горело Не каждое Вот это вот горело, кстати Номер 7 Но большинство из них горело Ну, вон то вроде не горело Вон наши пятиэтажки С которых мы начинали Вот какие-то тоже Кирпичные здания За забором Вот еще здание И еще Ну да, городок немаленький Да, действительно хороший объект Потому что Очень много зданий Расположены в одном месте И такой тихий, главное Я бы не поверил, что здесь такое Стремное могло произойти убийство Как раз какие вещи происходят в тихих местах Ну да, тоже логично Ух ты Да ладно Ты смотри Раскраска тих лет И надпись СССР Великая и могучая, да? Да, это не похоже на какие-то Доброе имя должно быть у каждого честного Человека Лично я видел Лично я видел Это доброе имя Славит своего отечества Да Язык заплетается Слишком спать еще хочу Так, ребята Я же вам обещал подвалы Ну не подвалы, а катакомбы Вот что-то интересное Правда там мусор, но Есть лестница И там у нас какой-то лаз Я думаю, мы не вправе туда не залезть Залезем, как ты думаешь? Конечно Кто первый? Давай ты одеть, я сниму А что я первый? Ну может ты первый? Есть баллаза, я что-то попал Ну ладно, ладно Ну что, я пошел? Так, пропил Нормально тут все Так, я даже не знаю, куда мы вышли Потолок поднялся до метра примерно Метра полтора потолок сейчас У нас все еще низенький Какие-то дырки здесь Темно, стрёмно Плохо видно На земле грязь Ага Именно что на земле Грязь Идем в еще один отсек Тут столько ответвлений Я прям боюсь заблудиться Надеюсь, этого не произойдет Так, тут сужение Что за знаки? Сейчас посмотрим здесь Аккуратненько Даже не знаю Опа, да Опа, гангом старт Похоже на какие-то жутки Руны? Да нет, на руны похожи А ты знаешь, как руны выглядят? Да Я вот не знаю Может какие-то сатанистские знать Сатанистские? Ну я не знаю почему Ну слушай, если Легенда из Новостей не врет То все может быть Место-то лютое Смотри Коридор впереди длинный Идем, что ли? Значит, режим съемки Нифига не справляется у меня Может как-то старается справиться Ну Ёпта Вот это я обосрался Блит, братан Ну че это было? Че кто знает? Может военные? Ну вчера мы... А ладно Может военные? Я не знаю в принципе Ёпта Сука Будем потише себя вести Как бы, судя по информации Часть, которая здесь есть Она заброшенная Но Кто ее знает? Все-таки режим на объектах Все дела Попасться бы не хотелось Да Чуешь, слышишь голоса? Слышишь, да? Блядь Блядь Может гопники? Хотя не знаю Даже не знаю, что лучше Гопники или... Так Хорошо, ладно Вот там я вижу какой-то проход Сейчас пойдем в него и посмотрим Так 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 Что за нас? Идем 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 Так Так Тихо 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 Идем 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 По-тихому Дальше Я пока съемку оставлю К этой двери Пролезаем Такое эхо Видим потолок Кстати, вот и свет Смотрите Значит, когда будет свет Глубоко Ну как глубоко Метра два под землей Полтора, да? Да Пробито отверстие И там снова свет Так, мы откуда-то выходим Пошли мы около 40-50 метров Я не считал, если честно Вот, уже эхо заканчивается Какие-то коридоры всякие Посмотрим Как бы не завалило Тут же Тачкова Ничего Ничего Ни туалета, ни привета Да? Да, это перегон Выходим на верх Превна с, короче, проволокой Прорвивший косяк Дверной, конечно Не кто-то, которого бы подумали Если бы, конечно, об этом подумали Да? Езди прям сальчат Такой вот уютненький Бомбарь Бум-бум-бежище Такой мрачненький, да? Ох! Я бы когда там лазил Все время думал, что нас Ран-Липо завалит Потому что такое древнее Но не все обошлось Все было хорошо Но экскурсия не заканчивается Еще много объектов впереди Надеюсь Продолжаем наш путь Ну что ж Вот такой вот он ночной одуляр Заброшки Мрачно, стрёмно Кстати, я заметил, что Луна снова полная Странно, не правда ли? Это часто бывает Когда мы снимаем проверку Почему-то приходится на полнолуние Угу Уже какой раз? В ХЗБ было полнолуние В ночевке на расстрельном полигоне Было полнолуние Вот и сейчас полнолуние Наверное, потому что Мы снимаем проверку Где-то два раза в месяц И как раз-то Не приходится на полнолуние Нет, скорее раз в месяц Раз, два Ну почему? Это что-то Ёб твою мать Слыхал? Да Это похоже Ну да, здесь вроде Военная часть рядышком Ну блин Как-то стрёмника резко стало Да Ну что, мы пока ищем дом Который мы будем ночевать Я думаю, наш выбор Остановится на пятиэтажках Ночь Уильца, фонарь Помнишь, как начиналась проверка в ХЗБ? Да Так Ночевать в пятиэтажке, да? Да Тут есть две хорошие пятиэтажки И мы идем в них Стрёмника Стрёмника, я вам ребят скажу Ребят Очень стрёмника Но надеюсь, мы найдем сегодня Нормальную квартиру Так сказать, снимем хату И Согреемся Потому что я очень замерз Так, значит Мы вышли к одной из двух пятиэтажек Вот оно Прямо как в Припяти, верно? Похоже немного Андрей Да, есть мы с нами И сейчас мы, наверное, будем искать подъезд Подъезд с той стороны Стой, да? Пятиэтажки стоят лицом друг к другу А А, точно Я забыл совсем Вот такая вот тема здесь Стрёмненько Вдалеке шумит поезд Да Скорее, это не поезд А что же? Это находится недалеко от Волоколамской трассы Поэтому, скорее всего, она и шумит Волоколамская трасса? Ну да Или шоссе Волоколамское шоссе Очень может быть Ну что Вот один из подъездов Входим, наверное Ну что, друзья К сожалению, дверь так и не закрылась нормально Ну, не закрывается Ладно, оставим так В принципе, чего опасаться Мы здесь одни Стены проломаны Это наша хата На сегодняшнюю ночь Андрюха мокрый Я думаю, смотри, как мы сделаем Здесь мы будем выжимать А там мы будем ночевать Да? Я бы костерчик развел Потому что Погреться бы Просто я не хотел бы Где мы будем вызывать демона В той же комнате и ночевать Ты думаешь, здесь вызывать можно? Да Ну да Пол чистый Здесь мы рассудим пентаграмму Ладно Время не ждет Скоро полночь Нам нужно все подготовить Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас наконец-то все готово Для проведения ритуала По вызову демона Мы распечатали заклинание Начертили пентаграмму И расстояли свечи по углам И сейчас мы узнаем Что будет, если провести Этот страшный ритуал Ну ладно Начинаем А то свечки уже прогорают Мы готовы начинать Заглянание перед нами Читается два голоса пять раз Все, поехали, да? Давай, на счет три Раз Два Три Аминь Так, второй раз Астарот Адор Камеса Валеритов Мореса Табраса Табраса Приди Астарот Аминь Аминь Так, третий раз Астарот Аминь Астарот Астарот Адор Камеса Валеритов Мореса Лоди Кадамир Алуэритов Аминь Камеса Аминь Аминь Крест сломался на керасе Аминь Аминь Табраса А пока ничего не происходит В холоде Вечерина Это погасло. Да. Странный ветер. Да. Именно окна заложили. Ух. Могарик уже гаснет. Стой. Это там где-то. Что это где-то? Что ничего? Кто-то тут дверь открыл. Да. Единственный мир. Где-то измельч. Наunity 및 свободным видом вот эти бесконки написано. Давайте devam. Кто-то нужен еще раз. Третьим помимо tiene. На säga� вверху velen frenum de venum. Activision Tendam. Эта Zcare account 1. Эта strainer. теперь спальные мешки костер и да, мой опыт как громко горит мы как обычно готовимся ко сну фу, сегодня мы конечно очканули знатно а вдруг я так вообще очковал я верю в мистику я как то в мистику не верю, но в конце концов знаки были и кресло разломался охренели конечно ну а мы все спать у нас тут мешок еды есть и олень время сколько, 2 часа или 3 часа ночи а и спать осталось недолго скорее все так полежим ладно вернемся утром мы настоятельно не рекомендуем проводить всяческие обряды или вызова демонов у себя дома или там где мы с друзьями потому что неизвестно чем это может кончиться сегодня мы несколько испугались когда упал крест а к тому же он еще и раскололся во время нашего своеобразного вызова демона теперь мы даже не знаем, верить в мистику или нет да ну что ж в принципе проверка на прочность удалась мы теперь знаем, что обряд не может привести к гибели людей по крайней мере, мне так кажется по крайней мере, пока мы не погибли да в общем, 9 выпуск проверки на прочность подошел к концу с вами был Алекс с вами был Андрей всем удачи и всем пока